Когда строит Nord Stream 2, главой УСКА заявляет, что Россия сможет построить свой трубоукладчик за несколько лет. Вообще-то одно судно такое у нас есть, Академия Качарский, но он сейчас на ходке и до балтики ему идти месяц. В России нет судов, которые могли бы закончить Северный поток-2. Об этом в интервью России 24 заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, отметив, что отрасль способна построить свой трубоукладчик за 5-6 лет. Северный поток-2 столкнулся с проблемами из-за американских санкций. От укладки труб, по крайней мере временно, отказалась швейцарская и нидерландская компания Олсис. Сможем ли мы сами завершить строительство долгожданного газопровода? Об этом Михаил Сафонов. Глава УСКА Алексей Рахманов был категоричен. У России нет судов, способных немедленно завершить укладку труб Северного потока-2. Теоретически их можно построить. И по словам менеджера, ничего особо хитрого в этом нет. Цитата. Две лодки, а между ними укладочная машинка. И завод по сварке и изоляции труб. Страна, которая умеет строить атомные ледоколы и подводные лодки, справится с задачей. Но на это потребуется 5-6 лет. Два года на проектирование и еще 3-4 на саму стройку. Рахманов вскользь упомянул, что это будет дорого. Сумму не назвал. Но, естественно, деньги понадобятся большие. Правда, 5-6 лет это долго. Трубопровод, если вспомнить первоначальные планы, должен был вообще заработать до конца года. Ну а после того, как сроки сдвинулись, ждали, что это произойдет весной. И второй момент. Мы уже практически построили все свои экспортные подводные трубопроводы. Так что трубоукладчики в ближайшее время нам не понадобятся. Замечает ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Под эту шумную историю могут теперь разные игроки получать дополнительное финансирование. И логик войск, понятно, заявить, что, знаете, это огромная проблема. А вдруг что потом? Сейчас полностью готовых судов нет. Дайте нам денег, и мы через 10 лет вам построим нужное судно. То есть через даже 2-3 года, конечно, это судно уже не нужно будет никому. Потому что, наверное, решится раньше с достройкой безопровода. Но, тем не менее, указать на такую проблему, что у нас еще не вся номенклатура судов есть, и нам надо ее разработать и построить, это довольно выгодно для войска. Каких-то больших новых проектов морских газопроводов у нас не планируется. Слова главы судостроительной корпорации противоречат тому, о чем еще недавно писали СМИ. Например, коммерсант напоминал, что у нас есть судно «Фортуна», которое уже участвовало в укладке труб для второго потока в нашей прибрежной зоне. Правда, по сравнению с швейцарскими судами, у нашего ряд недостатков. «Фортуна» более чувствительна к погоде. А нужно учитывать, что это Балтика, и на дворе зима. Зато судно сейчас в немецком порту, и дойти до нужного места сможет за пару дней. Но для того, чтобы «Фортуна» смогла укладывать трубы, ей еще нужно получить разрешение датских властей. И вполне вероятно, она его не получит, так как не соответствует техническим требованиям Копенгагена. Что же касается постройки нового корабля, то с этим могут возникнуть проблемы. Прогнозирует главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Что, ну ладно, хорошо, начнут там строить. Но, во-первых, это пройдет много времени. Как начинка, понятно, своей такой начинки нет. И действительно реально не будет. Что где-то ее надо покупать, эту начинку. А начинка, интересно, под санкции попадает? Я так думаю, что какая-то часть этой начинки под санкции наверняка попадает. Не знаю, это такая головоломка. Если навалиться, вот как там на мост, накупать все, что можно в Китае, может быть, эти самые за швейцы это можно будет построить. Есть что дальше, навести до конца этот трубопровод и дальше еще пароход этот, ахнем, что ли? По этим же причинам Россия не сможет за рубежом купить необходимое судно. Из-за санкций нам его не продадут. Но именно ради этого мы три года назад подстраховались, купив в Китае трубоукладчика Академик Черский. Он, как говорят опрошенные эксперты, сумеет достроить «Нордстрим-2». Но проблема в том, что это судно, судя по сайту «Марин Трафик», сейчас в находке. И до Балтики будет добираться месяц. Это тоже долго. Но все же гораздо быстрее, чем 5-6 лет, необходимые на постройку своего трубоукладчика. Правда, Академик до сих пор так и не вышел из Дальневосточного порта. Значит, вероятно, могут быть и другие варианты, о которых сейчас явно пытаются договориться Россия, Европа и США. И, видимо, не случайно Москва проявила уступчивость и согласилась прокачать по украинской трубе в следующем году 65 миллиардов кубометров газа. Явно предполагали, что против потока могут ввести санкции. А это могло грозить нам срывом поставок топлива, судами с европейскими потребителями и вообще большой головной болью. И раз уж «Северный поток-2», что признаются в правительстве, все равно не удастся запустить в срок, то есть хотя бы время подумать, что нам делать с этим мы строили-строили.